Почти миллион рублей раздали власти Хакасии жителям республики на преодоление сложной жизненной ситуации в 2016 году. Какие прогнозы на этот год и каковы условия программы, расскажет Елена Крылова. С недавних пор во дворе Оксаны хозяйничает большая рыжая корова. Ее зовут Фенечка. Она досталась семье, можно сказать, в подарок. Оксана стала участницей социальной программы. Правительство Хакасии готова помочь в преодолении сложных жизненных ситуаций. Про социальный контракт я вообще случайно услышала по новостям. Я всегда смотрю местные новости по всем каналам, когда успеваю, включаю. И поэтому у нас это. Услышала, потом обратилась в фонд управления соцзащитой и там уже более подробно узнали. А долгая процедура вообще была? Нет, процедура была недолгая. Прямо вот только собрали пакет документов и буквально, ой, ну деньги даже нам выделили в течение 10 дней. Сама Оксана городской житель. Учиться общаться с новой соседкой пришлось с нуля. Однако именно такой выбор вполне обоснован. Государственные деньги можно тратить на разные цели. Это ремонт жилья, подготовка дома к зиме. Но это получится разовая помощь. А чтобы на перспективу можно получить дополнительное образование, устроиться на работу, другой вариант – скот. Он уж точно дает гарантированную прибыль. Государство подарило одну корову, а в стайке уже почти две. В минувшем году по программе помощи в преодолении трудной жизненной ситуации жителям Хакасии раздали почти миллион рублей. Помощь может быть от 5 до 50 тысяч рублей. В чем-то механизм схож с грантовской поддержкой для предпринимателей. Точно так же соискателям нужно обосновать выбор и в дальнейшем полностью отчитаться о потраченных средствах. Да и подходят не все кандидаты. Право имеют на получение такой помощи малообеспеченные граждане. То есть доходы семей должны быть ниже ручины прожиточного минимума. И только трудоспособные граждане. Хочу сказать также, что большая часть граждан направляет данные денежные средства на приобретение чаще всего крупного рогатого скота, это коровы, и на ремонт жилья. То есть это самое востребованное направление. В 2016 году помощью воспользовались 24 человека. На этот год запланировано примерно столько же. Бюджет программы снова почти миллион. Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.